Знайте, что все крутые любовники именно это и делают. Там случился оргазм, там вообще-то куча сперматозоидов. Сейчас в ваших головах просто случился фейерверк. Короче, бери и еби. С вами Лили Тахолин. Сегодня я раскрою тайну, а что же заводит женщина в постели, от чего она сносит крышу. И я расскажу вам 5 самых термоядерных фишек, от которых все женщины просто в полном восторге. А перед тем, как смотреть это видео, не забудьте подписаться на мой канал, потому что так ты будешь в курсе всех секретов и сможешь собладеть всеми женскими сердцами. Обещаю. Итак, 5 фишек. И первое. Женщины сходят с ума от оральных ласк. Та-дам. Женщинам это очень нравится. И даже если девочка вам ответила, вы же спрашиваете, да, скорее всего, а не хотела ли бы ты, дорогая, попробовать сегодня кунилингус? Не хотела ли бы ты, дорогая, сегодня попробовать такое вот хотела бы ты или не хотела? Опять это обсуждение. Как? Да все так делают. То есть даже почту отправляют. Все так делают. Если, ну, слушай, ты так не делаешь, и ты гениален, понимаешь? Парни, не надо это обсуждать с девочкой. Или спрашивать. Вы почему-то всегда очень стесняетесь делать какие-то сами телодвижения. Женщина, она стесняется сама, она вам об этом никогда не скажет. Просто делайте. Обычно мужчина как-то вот говорит об этом, да, у вас с этим просто, типа, отсоси мне. И это вроде как нормально тогда, вот женщина должна сосать, а вот женщина не может сказать, отлежи мне. И девочки задаются этим вопросом, а как вообще, как сказать парню так, чтобы это не прозвучало, как уеб. Потому что вам, если женщина скажет, отлежи мне, это же все, это капец, это ты же попал сразу под пизду. И вообще в глобальном смысле попал под пизду, потому что телкам лизать, это вообще не пацанское дело вообще. Это мужики не делают. Мужики не лижут, это страшный зашквар, конечно. Пацаны, мы не лижем. Кто лизуны? Лизуны не мы. А телки нам, конечно, что? А телки нам, конечно же, сосут. На таких любовниках, парни, простите, телочки не сидят? Честно, нет. Девочки кайфуют, когда мужчина умеет очень круто их возбуждать языком. Потому что оргазм от языка, он, поверьте мне, это фейерверк. И вы даже не представляете себе, как круто можно посадить девочку на свой язык. Если правильно, круто, умело это делать. Я вам придумываю, как красиво посадить пальцы, вот так. И если это видео наберет... Да. Если это видео наберет 2000 лайков, и я так и будет расскажу тебе секреты, как правильно ласкать женщину языком. И после того, как я запишу это видео, все пацаны местные такие, знаете, на районе должны распечатать мою фотку и такие говорить, вот мы эту телку сейчас пойдем пришьем, убьем, потому что нам вообще устраивает зашквар на планете. Блин, да, вот я так хочу, короче. Следующая фишка, от которой женщины просто сходят с ума, это когда мужчина входит в нее без презерватива. Я понимаю, что сейчас в ваших головах просто случился фейерверк. Как это так? Ведь у нас же должен быть защищенный секс. Но мы же говорим про фишки, от которых женщины сходят с ума. Поэтому не знаю, может, как вам бы добиться такого, чтобы вы сняли презерватив и вошли в девушку без него. Страшно? Да. А именно эти ощущения как раз испытывают девочки. Она тоже страшна. Она тоже страшна, когда мужчины сходят без презерватива в нас, и желательно, чтобы ты это делал в порыве страсти. Вот этот момент, когда он тебя берет без презерватива и не тратит на это время, это что-то такое животное, такое страстное. Это какой-то крышеснос. Хотя вот ты понимаешь, что сейчас происходит, но ты все равно это делаешь. Потому что это, блин, невероятно круто, когда мужчина тебе настолько сильно хочет, что берет тебе и пофигу на все презервативы и средства защиты. Я вам расскажу сейчас, парни, как на самом деле обстоят ситуации. Вот серьезно, не верьте никогда тому, что вам рассказывают женщины про то, что это бабло, не бабло, вот эти все фигню, короче, они вам несут и все пиздят. Вот поголовно. Да, это все возможно. Да, женщины реально на этом сидят. Серьезно. Нам нравится, когда мужчина трахает нас без презерватива. Серьезно. Ну, если что, я тебе этого не говорила. Следующая фишка – это просто крышеснос. Когда мужчина кончает женщину. То есть без презерватива. Да, да, так и есть. А что в этот момент происходит с женщиной? Во-первых, ты совершил какое-то действие. Ты, вообще-то, знаешь, так вот сейчас дети могут там появиться. Понимаешь, ты выпустил в нее не просто как бы там случился оргазм, а там вообще-то куча сперматозоидов, которые вот уже прям ринулись к этой яйцеклетке, быстро-быстро ее оплодотворять. И прям кажется, что они прям заполонили ее все. Это так страшно. И ты сам представляешь себе, как сейчас вот у тебя народится куча детей, и сразу все моментально оплодотворятся. Да, вот никто не залетал. У тебя прям сейчас вот именно здесь вот эта телка, как раз вот она вот все у тебя не сложится. Ну, на самом деле, у женщины овуляция раз в месяц. Да-да, то есть вас наебывают, если у вас постоянная половая партнерша, и она не разрешает вам в нее кончать, потому что думает, что она залетит. Нет, такого не бывает. Не бывает, что у нее залетные дни всю неделю или две недели, и она прям не знает, в какой из дней у нее залетный. Это все. Тушь. Любая женщина это может легко рассчитать, а если она не может это рассчитать, значит, это просто она ленивая, тупая писта. Простите, девочки, но это так. Кончить в свою девушку – это самая-самая крутая фишка. Это древний-древнейший природный инстинкт, который звучит следующим образом. Ты должен меня осеменить, а я должна взять твою семью и вырастить там из него прекрасный наш плод, ребенка. Это очень-очень глубинные природные вещи. Если ты в меня кончил, ты меня оплодотворил. У женщины это срабатывает. Он в меня кончил. Он сделал что-то такое, что не делает другой мужчиной. Ведь мужчины страшно всегда этого бояться. Вы же с эти парни, что ты еще с нее накончал, и она раз и беременна. Ах, блядь, что же делать, что же делать, она же беременна. Это же надо на ней жениться. Это же ребенок. А потом, значит, алименты. Она на меня подаст в суд, и я всю жизнь, и эти дети. Вы сразу представляете себе в таком ужасном, ужасном, ужасном сгущающемся красками цвете. А ведь это такая крутая фишка по подсадке на себя женщины. А вы ведь хотите быть крутыми любовниками. Так вот, знайте, что все крутые любовники именно это и делают. И они говорят, девочка моя, с тобой это хочется делать. Да. От тебя хочется, деток. Это очень круто, и это очень глубоко, потому что что ты сделал? Вот ты кончил, и это как будто, вот знаете, что срабатывает в голове у женщины? Она думает, вот серьезно ко мне относится. Я знаю, что у женщин вообще как-то все странно и нелогично. То есть ты ее ебешь, это фишка, и при этом у нее такая мысль закрадывается. Наверное, у нас все серьезно, раз он меня кончает. Ну, как-то странно, у женщин все нелогично, но на том и живем. Поэтому кончайте. Я вам этого не говорила. Дубанье. Следующая, пожалуй, одна из самых крутых фишек в сексе, в соблазнении женщины. Она глобальная, она такая фундаментальная. Это ваша любимая игра в хозяина и рабыню подчинения. Наши парни все. Все. Пожалуйста, изучите хотя бы какие-то примерные азы БДСМ и начните это практиковать прямо сегодня, прямо сейчас. Вот уже сейчас посмотришь и даже досмотри это видео до конца, а потом сразу же начинай это делать со своей девочкой. И, поверь мне, она просто офигеет. Потому что все женщины об этом мечтают. Все женщины извращенки. Да-да. Все женщины хотят этого. Все, все абсолютно. Женщины мечтают, чтобы нашелся такой мастер или хозяин. Или вы такой, знаете, как это в этом фильме про серый цвет, вот, про глобальный серый цвет. 50 их было точно. Вот там как раз появляется такой мужчина, и вот он говорит, что я такой необычный. Я покажу тебе, я расскажу тебе, что такое БДСМ, детка. И женщина на это подсаживается, но не надо встречать ее в костюме с маской, с кляпом во рту и говорить хозяйка отшлепами. Не так. Женщина, если она все-таки спит с мужчиной, женщина любит, любит подчиняться мужчине. Женщина любит, когда мужчина ей командует. Женщина любит, когда мужчина ее берет и жестко трахает. Это тоже элемент БДСМ. И если вы стесняетесь по каким-то причинам женщину изнасиловать, ударить, да, шлепки по попе, я не призываю вас бить ей, там, нокаут. Так делать не надо есть шлепки по попе, да, это приятно. Есть, короче, очень много вещей, как вы сейчас доказываетесь, о чем я говорю. Вы хотите девочек трахать жестко? Хотите вставить ее на колени? Вы хотите, чтобы женщины вам сосали? Как это у вас называется? Глубокий горловой минет. Как это говорил мой один знакомый, минет. Я бы хотел любить этого мужика, который говорит слово минет. Ему просто хочется убить, просто закопать и забыть. Не говорите так. Но вы же хотите, чтобы вы ставили ее на колени, чтобы она вам сосала. И у вас стоит на это, у вас стоит всегда на то, когда вы себе подчиняете женщину. И это так круто. И мы кайфуем, поверьте, от того, когда вы ведете себя как самцы, когда вы берете, когда вы ставите на колени, когда говоришь, я твой хозяин. И говоришь, что ты моя рабыня. И да, и мы на это подсаживаемся, когда ты говоришь, скажи мне, чья-то девочка. А я тебе отвечаю, я твоя девочка. И это так круто. И это так классно. Поэтому, парни, открывайте книжки, открывайте видео, любое. Да я не хочу говорить следующее, что это мое будет видео, хотя это так логично. Подписывайтесь на мой канал, и я расскажу вам о тайных техниках мастеров БДСМ, на которые вы можете подсадить всех своих женщин, любовниц, всех будущих жен. И они не забудут вас никогда. Ну а теперь я расскажу тебе о последней, самой крышесносной фи... Ну а теперь я расскажу тебе о последней, самой крышесносной... Блин, это другое слово. Ну а сейчас я расскажу тебе о самой крутой фишке, на которой подсаживаются практически все женщины. Просто те, кто не подсаживается, ты с ними это еще не пробовала. Она звучит следующим образом. Трахосень в необычных местах. К черту кровать, забудь об этом. Просто ведешь ее в парк, и прямо в парке, за кустом, под деревом, как угодно, в любом месте, в общественном туалете, в ресторане, в кафе, в любом общественном транспорте, в твоей машине, в подъезде, на море, на пляже, где угодно. Да везде, где захочешь, ты потрахаться. Вот ты просто идешь, у тебя встал член, и ты просто начинаешь с ней потрахаться. И это очень круто. Мы всегда запоминаем секс в самых необычных местах. Я помню, пожалуй, все случаи, которые у меня случались в самых необычных местах. И поверьте мне, скажем, то, что происходило с мной в кровати, я вспоминаю меньше. Потому что то, что случается с тобой вне дома, вне привычной обстановки, или то, как ты себе обычно это представляешь, то, что когда мы говорим о сексе с мужчиной, мы думаем, что как-то мы в постели будем, да, в закрытом помещении. А тут раз, и не в закрытом помещении, что-то происходит новое, что-то необычное. Мы все об этом мечтаем. Конечно, мы этого боимся, стесняемся, мы думаем, что ну как, кто-то нас заметит, это так страшно, это так как-то неловко, неудобно, естественно. Но это так круто, когда тебе захотел мужчина, твой любимый, и тут же тебя взял, и не говорит, сейчас мы вот придем домой, сейчас придем домой, вот потерпи, потерпи, вот сейчас мы добежим, дойдем, и там, и там все случится, не случится там уже, там так уже не будет, я сейчас хочу, вот здесь, прямо сейчас вот я хочу, поэтому, и ты хочешь прямо здесь, прямо сейчас меня, поэтому не надо ждать, не надо бежать домой, мне нужно прятаться, вот захотел и трахнул. Это так круто. Короче, бери и еби. С вами была Лилита Хули, если тебе это видео понравилось, ставь мне лайк и подписывайся на мой канал. Всем пока.